МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, как и любой центр этнокультурный, мы сохраняем язык, быт, традиции, культуру своего народа, развиваем и популяризируем в казахстанском обществе. Так, ну вот смотрите, все друзья меня иногда называют занудным, потому что я всегда исправляю их русский язык. И, соответственно, скажите, пожалуйста, а как можно стать частью вашего объединения? Спрашиваю для себя. Совершенно спокойно любой человек может подключиться к работе нашего объединения по любым направлениям, которым занимается наше объединение. А эти направления, они довольно разнообразны. Это и культура, это и работа с молодежью, это и благотворительность, это и работа в Совете матерей, и оказание помощи детям из малоимущих семей, и ветеранам Великой Отечественной войны, и ветеранам боевых действий. Так что, в принципе, очень большой спектр занятости для людей. Кстати, инициатива наказуемая, и, соответственно, вопрос в том числе. Он у нас замечательный ведущий мероприятий. А здесь есть благотворительность. Ты можешь вести мероприятия. У вас, наверное, какие-то мероприятия, да? 25 числа сегодня состоится мероприятие в самом крупном моле страны Апорт, где мы будем показывать нашу культуру, делать праздничный концерт для всех жителей нашего любимого мегаполиса. Ну, я думаю, здесь у вас уже ведущий есть. Но на будущее, смотрите, сам вызвался. Хорошо, без проблем. Хочешь быть частью объединения, пожалуйста. Веди мероприятие. Так, вот такой вопрос. Теперь давайте. Как вы отнеслись к тому, что День Республики вновь был возвращен и возвращен статус национального праздника? Ну, надо сначала понять вообще, что такое национальный праздник, что такое государственный праздник, да? Государственный праздник – это, значит, мероприятие, когда все люди, они просто отмечают праздник. Национальный праздник – это мероприятие государственного уровня, по большому счету. Где не просто выходной день, а где задействованы все возможные силы для того, чтобы популяризировать это мероприятие и отметить это мероприятие. Это концерты, это какие-то флешмобы и так далее. То есть это очень важно для того, чтобы молодежь понимала статус собственного государства. А вот мне интересно, вы вообще как-то выходите на другие площадки, чтобы больше узнали о вашем объединении, там, Инстаграм, Ютуб, например? Ну, в соцсетях мы представлены, но не очень популярно, потому что, наверное, популяризовать тех людей, которые, в принципе, сами хотят что-то сохранять и развивать, ну, наверное, не стоит. Значит, тем, кому нравится, они присоединяются с помощью сарафанного радио, узнают о нас. И мы, соответственно, принимаем все более и более широкую форму. То есть, ну, например, в этом году мы отправили детей из 47 семей малообеспеченных отдыхать в предгоре Зайлийского Аллаталу. То есть мы этим проектом занимаемся уже более 15 лет. Это важно. Мы делали концерт в этом году одного из наших коллективов, это группа «Гжель». Замечательное мероприятие, большой зал, люди вместе с нами в зале пели песни. Это же очень весело и очень здорово. Конечно, конечно. Конечно. Все-таки вот мне интересно, вот сейчас вот кто нас смотрит, как они могут, помимо того, что стать частью, это понятно, как они еще могут помочь? Вот вы же сказали, малоимущие семьи, которым вы помогаете. Как стать частью этой благотворительности? Куда писать, звонить, приезжать? Я хочу вам сказать, что в Алма-Ате существует просто замечательное здание «Городской дом дружбы». Он находится на улице Жарокова, 215, чуть выше улицы Семирядьева. Где собраны все этнокультурные центры нашего города. Вы хотите узнать, где корейцы? Там. Вы хотите узнать, где греки? Там. Вы хотите узнать, где немцы? Там. Жарокова, 215. Здорово, здорово. Вот, совершенно верно. Вы хотите узнать, где русский культурный центр? Там. Соответственно, Жарокова, 215. Значит, совершенно спокойно наши телефоны можно найти в соцсетях. У нас есть имейлы, которые работают и так далее. То есть, достаточно написать, я хочу быть полезным. Полезным не русскому культурному центру, а казахстанскому обществу в целом. И мы найдем применение любому человеку, кто хочет быть полезным. Так, ваше мероприятие «Казахстанский вальс» попало в книгу рекордов Гиннеса. Гиннеса. Ага, Казахстан именно. Да. Расскажите, пожалуйста. Ну, во-первых, мы захотели сделать что-то красивое для города. Это раз. Второе. Объединить поколения. Это очень важно. Потому что на нашем мероприятии принимали участие дети, там, в буквальном смысле слова, танцующие от 5 лет. Да, и самому старому участнику было там далеко-далеко за 80 лет. Это замечательно. Конечно. То есть, это не одно поколение, это целые семьи, которые вот взяли, собрались. Единственное, пандемия нам сломала наши планы. Мы хотели казахстанский вальс запустить в Алма-Ате. Его уже готов был принять Талдыкурган. То есть, дальше мы уже договорились по всем нашим областям, понимаете. Но пандемия, и вот мы, в буквальном смысле слова, оказались так же, как и многие другие. Ну, может быть, как раз-таки в этом году, как раз, смотрите, появляется государственный, национальный праздник, День Республики. Как раз-таки самое время запустить его. Отложенное удовольствие и непотерянное удовольствие. Поэтому мы всегда будем реализовывать наши планы. То есть, мы никогда не отказываемся от планов. Казахстанский вальс, он просто чуть-чуть дальше перенесется, и все. Но зато он покроет больше, наверное, количества городов. Ну, позволь, задайте вопрос, а ты умеешь вальс танцевать? Нет. А, нет, да, ну все. Я просто хотел предложить сказать, а можно мы тоже поучаствуем в этой акции и с Дарьей станцуем с вами? Я с турецкого лицея, там были одни женщины. А, я хочу вам сказать, все очень легко. Мастер-классы, и вы поставите себе ноги для вальса. Ну, подождите, есть люди, которые пришли на казахстанский вальс и сказали, что вот мы не умеем танцевать, что мы будем делать? Скажем, постойте в сторонке. Нет, ничего. Круто. Ничего, легче. Взяли несколько преподавателей. Кстати, у нас там были профессиональные преподаватели. Они очень быстро провели в течение 15-30 минут мастер-класс. И те, кто захотел научиться, научились. Вот и все. Все как просто. Все легко. Нет ничего невозможного, если человек что-то хочет сделать. А, вот. Вопрос в желании. Вот и все. Так, ну вернемся к вашему дому дружбы. Вот скажите, на какую тему можно поспорить с другими культурными центрами? Ни на какую. Потому что спорить в нашем доме дружбы не о чем. Мы единый народ Казахстана, объединенный общеисторической судьбой. То есть все, что мы делаем, мы просто улучшаем жизнь в нашей стране. О чем тут спорить? Дом дружбы называется, в конце концов. Да, это же не дом споров. Действительно. А есть там, я не знаю, какие-то центры, с которыми у вас больше дружбы? Или вот вы всегда все за одним столом чаевничаете? Знаете, ну вот так получается, что нет возможности выделить кого-то. Да, то есть у нас есть Дунганский центр, с которым у нас замечательные отношения. У нас есть Бурятский центр. То есть Бурятский центр, кстати, есть только в Алма-Ате. Удивительно, я не знал об этом. Да, он объединяет совсем немного семей, но тем не менее он существует. Есть Афганский центр, Ариадный и так далее. То есть мы с каждым центром, я о каждом центре могу рассказать больше, чем о своем собственном. Потому что работая вместе, мы делаем удивительные праздники. Проводя Масленицу в том же самом Моле-Апорт, мы подключаем этнокультурные центры. И когда на Масленицу танцуют лесгинку 90 детей, вы же понимаете, что это просто волосы дыбом встают. Потому что это красиво, это фантастически, это энергетично. А если у нас, допустим, представитель Азербайджанского культурного центра, который в прошлом был профессиональным клоуном, еще и объединяет детей, устраивает им мастер-классы, надувает шарики и так далее. Ну что я могу сказать? Мне уже хочется сразу после эфира, я чувствую, что мы с вами поедем вместе праздновать День Республики. И лесгинка там, и русский народ. Кстати, лесгинка у нас будет точная. У нас будет сейчас по плану, по сегодняшнему мероприятию, более, наверное, 10 танцевальных коллективов. И это будет красочно, это будет не 2-3 человека, это будет огромное количество людей. И мы будем увлекать... Я не думаю, что он все поехал. Да, 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 все к нам, все к нам. И давайте продолжим это праздничное настроение. Позвольте поздравление всем казахстанцам. От вас, от вашего центра. От себя лично, от имени Казахстанского русского культурного центра. Я поздравляю всех казахстанцев с этим замечательным праздником Днем Республики. Я желаю нам всем, самое главное, здоровья, мирного неба, счастья всем близким и родным. И чтобы у нас у всех все было хорошо и еще лучше с каждым днем. Ай да то! Сдавайте нашей водичкой, чаечком. Вот это я понимаю. Раз это праздничный, пусть такой будет. На такой прекрасной ноте, да? Спасибо большое всем за то, что еще не пришли к нам. Чилин-чилин! Смотрите все выпуски программы Танго Студио на нашем YouTube-канале.